Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Поистине вся хвала Аллаху, которого мы восхваляем и просим о помощи и прощении. К Нему мы обращаемся за защитой от зла наших душ и от наших скверных деяний. Кого Аллах поведет, тот последует по прямому пути. А если Аллах оставит кого-то без помощи, то ты не найдешь для него ни покровителя, ни наставника. Я свидетельствую, что нет истинного Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. А затем, поистине лучшая речь – это речь Аллаха, а лучшее руководство – это руководство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Худший же из дел – нововведение. Каждое нововведение – это заблуждение, а каждое заблуждение в огне. О мусульманки, о мои сестры, дочери и матери. Поистине Аллах даровал нам многие милости, количество которых невозможно сосчитать. Дело обстоит так, как сказал Господь мой, если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитайте их. Также Аллах Всевышний сказал, «Все блага, которые вы имеете от Аллаха, дело обстоит именно так, как сказал Аллах Всевышний». Аллах дарует милости нам одну за другой. Величайшее из милости, дарованных нам Аллахом, это неспосылание нам наилучшей книги и отправление к нам самого почетного посланника. Хвала же Аллаху в начале и в конце, явная и тайная. Мы восхваляем его великой, многочисленной хвалой, которая подобает его величию. Нам достаточно слова Аллаха. «Сегодня я ради вас сделал совершенной вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». Однажды иудеи сказали Умару ибнуль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах. «Если бы нам был ниспослан этот аят, то мы бы сделали день его ниспосылания праздником». Ведь этот аят сообщает о том, что милость Аллаха доведена до конца. «Сегодня я ради вас сделал совершенной вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». Сегодня я хочу поговорить с вами о религии Аллаха, которую Он даровал нам в качестве милости. Аллах сделал эту религию милостью для всех миров, ведь Сам Он является милостивым и являющим милость. Аллах сказал о Своем пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, «Мы отправили тебя только в качестве милости для миров. Этот пророк и есть милость. Он явился к нам с милостью от Аллаха Всевышнего». И мы также должны следовать по его пути и быть милостью для людей. В религии Аллаха есть множество великих примеров милости. Например, этот пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был послан ко всем людям. А это является милостью для нас и для всей исламской общины, для арабов и иностранцев, и даже для неверующих. Он был послан в качестве милости для миров. Исламский шариат – это милость от Аллаха Всевышнего. Все мы знаем этот великий хадис. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, навестил больного Иудея и призвал его произнести слова, которые спасут его от наказания Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему, «Скажи ля-иляха илля Аллах». Тогда юноша посмотрел на своего отца Иудея, как будто спрашивая у него разрешение. Отец ответил, «Подчинись Абуль-Касиму». Тогда этот юноша произнес два свидетельства, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, удалился, будучи радостным, и сказал, «Хвала Аллаху, который спас его от огня». И мы все должны стать причиной того, что люди спасутся от огня. Человек может спастись от огня только посредством покорности Аллаху. Я хочу поговорить с вами о милости Аллаха, который установил для нас совершенные законы, связанные с одеждой мусульманки. Прежде чем начать говорить об этом, я хочу сказать, что Аллах даровал нам полноценные милости и послал к нам благородного посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и установил для него легкий шариат. Однако у нас существуют враги, которые хотят сбить нас с пути истины. Они хотят, чтобы мы отклонились. Эти враги предстают в образе шайтанов из числа джинов и людей. Аллах Всевышний поведал о шайтане, который сказал своему Господу, «Клянусь Твоим могуществом, я совращу их всех, кроме Твоих избранных рабов». В другой раз шайтан сказал, «Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха». К сожалению, шайтану удалось обольстить множество людей. Они подчинились приказам шайтана и сделали так, как он желал. Мы все должны противодействовать шайтану и подчиняться приказам Аллаха и придерживаться его религии. Аллах Всевышний говорит своему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, «О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин». Жены верующих мужчин, это вы, о сестры, жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, известны, и его дочери известны, «О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывала». То есть они не должны показывать свою красоту чужим мужчинам. Далее Аллах сказал, «Так их будет легче узнавать, отличать от рабынь и блудниц, и так их не подвергнут оскорблениям». Когда Аллах повелел женщинам одевать хиджаб, Он повелел им это, чтобы их было легче узнавать. Этот аят не касается только женщин нашей страны, он касается верующих женщин со всего мира, во все времена и во всех местах. Так их будет легче узнавать, отличать от рабынь и блудниц, и так их не подвергнут оскорблениям. То есть по причине хиджаба люди не будут подвергать их оскорблениям. Также Аллах Всевышний говорит, обращаясь к женщине, «Пусть не показывает своей красоты никому, кроме своих мужей или своих отцов или своих свекров или своих сыновей, или сыновей своих мужей или своих братьев или сыновей своих братьев или сыновей своих сестер или своих женщин или невольников, которыми овладели их десницы или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения или детей, которые не постигли нагаты женщин, пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают». В этом аяте Аллах подробно разъясняет вопрос хиджаба верующей женщине. Он разъяснил, как ей нужно скрывать свою красоту от людей. Взаимоотношения женщины с другими людьми можно разделить на разные виды. Во-первых, нужно поговорить о ее положении во время молитвы перед ее Господом. Во-вторых, нужно поговорить о ее положении перед мужем, затем ее взаимоотношения с близкими родственниками, затем с другими женщинами, затем с невольниками, затем с детьми, затем с мужчинами, лишенными вожделения. Все эти вопросы разъяснил Аллах для женщины. Какие же части тела должна скрывать женщина перед всеми этими людьми? Что касается молитвы, когда женщина стоит перед Аллахом, то свободная женщина не рабыня, должна скрывать все свое тело, за исключением лица. Также, по мнению многих ученых, исключением являются еще кисти рук. Некоторые обладатели знания также считали, что во время молитвы ей разрешено открывать стопы. Это мнение является близким к истине, а знание только у Аллаха. Если свободная мусульманка совершает молитву с открытым лицом, с открытыми кистями и с открытыми стопами, то ее молитва действительно. Но если она скроет стопы, чтобы выйти из разногласия, то это будет очень хорошо. Но если стопы случайно открылись, то молитва действительно. Но ей запрещено молиться с открытыми волосами, с открытой шеей, с открытой шеей, грудью, спиной, голенями. Иначе говоря, она должна скрывать под своей одеждой все, кроме лица, кистей, рук и стоп. Если, например, женщина молится, и у нее видно то, что она обязана скрывать, или эта часть тела открылась во время молитвы, а она не спрятала ее, то ее молитва не будет действительной. Это то, что женщина должна скрывать в молитве, когда она стоит перед Господом. Если же она не в молитве, то нужно заметить, что как от мусульманина, так и от мусульманки требуется, чтобы они постоянно скрывали свое тело. Сообщается, например, что Абуд Дарда стеснялся снимать одежду, даже если рядом никого не было. Он стеснялся перед Аллахом. Когда он купался, то сразу же после купания немедленно одевал одежду, стесняясь перед Аллахом. Однажды Абдуллах ибн Умар увидел, как его слуга Наафи'а, которого он освободил из рабства, совершает молитву с открытыми плечами. Абдуллах ибн Умар сказал ему, «Если бы я отправил тебя к какому-нибудь человеку, пошел бы ты к нему в таком виде?» Наафи'а ответил, «Нет». Тогда ибн Умар сказал, «Аллах больше заслуживает того, чтобы перед ним украшались». Ведь Аллах Всевышний сказал, «О сын Адама, облекайтесь в свои украшения при каждой мечети». Что касается отношений жены с мужем, то нет никаких частей тела, которые женщина должна скрывать от мужа. Аллах сказал, «Ваши жены одеяние для вас, а вы одеяние для них». Нет никаких частей тела, которые жена обязана скрывать от мужа. Что касается отношений женщины с близкими родственниками, то Аллах сказал, «Пусть они не выставляют на показ своих прикрас, за исключением тех, которые видны». Есть такие прикрасы, которые видны, а есть и скрытые прикрасы. Толкователи Корана разногласили в этом вопросе, и сейчас не время для упоминания этого разногласия. Скажу вкратце, что некоторые обладатели знания посчитали, что женщина должна скрывать от своих близких родственников мужчин. Вообще нужно сказать, что у женщины 7 близких родственников из числа мужчин по крови, и 7 близких родственников по причине грудного вскармливания, и 4 близких родственника по причине брака. Получается, что у женщины всего 18 видов близких родственников, их еще называют махрамами. 7 близких родственников женщины по ее родословной. Это те, о ком сказал Аллах. Вам, о мужчины, запретны ваши матери, дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры. Если перевести этот аят на женщин, то получается, что у женщины следующие близкие родственники отец, сын, брат, дядя со стороны отца, дядя со стороны матери, сыновья брата и сыновья сестры. Когда мы говорим «отец», то имеем в виду и деда, и прадеда, и так далее. Когда мы говорим «сын», то имеем в виду и внука, и правнука, и так далее. Когда мы говорим «брат», то имеем в виду как родного брата, так и брата по отцу, так и брата по матери. Когда мы говорим «дядя со стороны отца», то имеем в виду не только твоего родного дядю, но и дядю твоего отца, и дядю твоей матери. Когда мы говорим «дядя со стороны матери», то имеем в виду не только твоего родного дядю, но и дядю твоего отца, и дядю твоей матери. Когда мы говорим «сын брата», племянник, то имеем в виду также и сыновей, твоих племянников. Все они твои махрамы, близкие родственники. Точно так же родственники могут появиться у женщины по причине молочного кормления, по причине молочного кормления. У женщины может быть молочный отец, молочный брат, молочный сын, молочный дядя, молочный племянник. В общем, получилось уже 14 махрамов, близких родственников. Затем есть еще 4 близких родственника. появляющихся после брака. Во-первых, отец твоего мужа. Во-вторых, сын твоего мужа от другого брака. В-третьих, муж твоей матери, отчим. В-четвертых, муж твоей дочери. Получилось еще четыре близких родственника. Отец мужа, сын мужа, муж матери, отчим и муж дочери. Все они являются близкими родственниками женщины, махрамами. Некоторые обладатели знания сказали, что перед близкими родственниками женщина может ходить в обычной домашней одежде. Например, у нее могут быть видны волосы, шея, руки, голени. То есть, ее одежда такова, как обычно одеваются дома. Ей не запрещено открывать перед ними эти части тела. Близкие родственники могут видеть твои волосы, твою шею, руки, голени. Все это разрешено показывать перед близкими родственниками, махрамами. Далее, в-четвертых, нужно упомянуть, что нужно скрывать женщине от других женщин. Посторонние женщины делятся на два вида – мусульманки и неверующие. Большинство обладателей знания в этом вопросе не видят разницы между мусульманкой и неверующей. Они считают, что в словах Аллаха или своих женщин речь идет обо всех женщинах. Иначе говоря, ты можешь показывать мусульманкам то же, что можешь показывать неверующим женщинам. Также большинство ученых считают, что женщина может показывать посторонним женщинам то же, что она может показывать своим близким родственникам из числа мужчин. То есть женщина может показывать посторонним женщинам волосы, шею, руки до локтей, голени. Именно поэтому женщине запрещено обнажаться перед другими женщинами. Или одевать перед ними откровенную одежду. Все это женщина может делать только перед своим мужем. Как мы сказали, большинство обладателей знания не проводят в этом вопросе разницу между мусульманками и неверующими. Но некоторые обладатели знания, например, Аль-Куртуби, считали, что в словах Аллаха или своих женщин – речь идет только о мусульманках. Ведь Аллах не сказал «или женщин», Он сказал «или своих женщин». Для мусульманок своими женщинами являются другие мусульманки. Поэтому они сказали, что мусульманка должна скрывать от неверующей женщины все то, что она скрывает от посторонних мужчин. Однако более правильным является мнение большинства ученых, а истинное знание только у Аллаха. Иначе говоря, для женщины все посторонние женщины находятся на одном уровне. Далее, в пятых, нужно упомянуть, что нужно скрывать женщине от невольников, рабов. Сейчас, в наше время, у людей нет рабов. Однако нам нужно знать шариатское постановление. Ведь, возможно, рабы появятся после того, как мусульмане вернутся к своему Господу. И начнется призыв. И у мусульман появится сила. Ислам вновь станет сильным, каким был в начале. И появятся рабы и рабыни. Таким образом, у раба в шариате есть особое постановление. В хадисе сообщается, что у Фатымы, дочери пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, был раб. Она рассказывала, «У меня была одежда. Когда я закрывала ею голову, то открывались голени. А когда я закрывала голени, то открывалась голова». Тогда она рассказала об этом пророку, да благословит его Аллах и приветствует. А он сказал, «Поистине этот раб твой невольник». Следует заметить, что ученые разногласили относительно достоверности этого хадиса. Он указывает на то, что перед рабом женщина может открывать некоторые участки тела. И нам достаточно в этом вопросе аята, в котором Аллах сказал, «Пусть не показывают своей красоты никому, кроме своих мужей или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы». Нужно заметить, что этот аят не касается домашней прислуги. Некоторые сейчас легковесно относятся к прислуге в этом вопросе. Домашняя прислуга не является рабами. Они просто работники, которым платят заработную плату. В аяте речь идет о рабах, которых можно купить и продать. Что касается слуги, то он просто работник. Он не имеет никакого отношения к этому аяту. Мы сейчас говорим именно о рабах, которых сейчас почти не существует. Я сейчас разъясняю этот вопрос, просто чтобы донести до вас шариатское постановление, которое пришло в книге Аллаха Всевышнего. Далее в шестых. Нужно упомянуть, что нужно скрывать женщине от слуг из числа мужчин. От слуг из числа мужчин, лишенных вожделения. Речь идет о бессильных в половом плане мужчинах, у которых вообще нет нужды в женщинах. К таким мужчинам женщина относится также, как к рабам. Далее в седьмых нужно упомянуть, что нужно скрывать женщине от детей, которые не постигли наготы женщин. То есть речь идет о детях не старше семи лет. Они не могут различать наготу женщин. Но если мальчик уже начал понимать эти вопросы, может описывать тело женщины и так далее, то женщине уже запрещено появляться перед ним без хиджаба. Речь здесь идет именно о тех детях, которые еще не разбираются в этих вопросах. Здесь нет какого-либо определенного возраста, который является границей. Нужно смотреть, когда ребенок начинает разбираться в этих вопросах. Если ребенок еще не понимает наготы женщин, то Аллах разрешил женщине появляться перед ним без хиджаба. Затем, когда я начинал эту лекцию, я сказал, что обращаюсь к своим сестрам, дочерям и матерям. Так вот, нужно поговорить о наших матерях, престарелых женщинах. Таким женщинам Аллах облегчил некоторые вопросы хиджаба. Он сказал, что остаться в хиджабе для них лучше. Аллах Всевышний сказал, нет греха на престарелых женщинах, которые не надеются на замужество, если они снимут верхнюю одежду, не показывая своей красы. Когда женщины достигают преклонного возраста, им разрешается показывать некоторые части своего тела, так как они уже не надеются на замужество, и никто из мужчин не предложит им выйти замуж. Это исключение пришло в Книге Аллаха, и мы придерживаемся его так, как оно пришло в Книге Аллаха. Но Аллах сказал, но воздерживаться от этого лучше для них. То есть, лучше им вообще не показывать своей красоты. Нам остается разобрать один вопрос, особенно актуальный в наши дни. Вопрос звучит так. Хиджаб – это наказание Аллаха для женщины, или какие-либо оковы, или что? Во-первых, мы должны знать, что все мы, как мужчины, так и женщины, являемся рабами Аллаха. Следовательно, мы должны подчиняться Ему. Аллах Всевышний сказал, «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». Подчинение Аллаху – это обязанность. Ведь Аллах сказал, «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику». Если мы ослушаемся Аллаха, мы не можем называть себя покорными Ему. В стихотворении сказано, «Ты ослушаешься Бога и заявляешь, что любишь Его». Это невозможно и отвратительно. Если бы твоя любовь была правдивой, ты подчинился бы Ему. Поистине любящий подчиняется тому, кого любит. Это и есть основа. Аллах говорит своему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы тот сообщил людям, что они должны подчиняться Аллаху. Аллах сказал, «Скажи, повинуйтесь Аллаху и Посланнику». Также Аллах сказал, «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за Мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Если мы ослушаемся Аллаха, то не можем затем заявлять о своей любви к Нему. Мы обязаны подчиниться Аллаху. Я говорю об этом тем, кто отказывается одевать хиджаб, ибо их грех является постоянным. Хиджаб не является наказанием от Аллаха, как думают некоторые. Аллах повелел определенные вещи мужчинам и повелел определенные вещи женщинам. Если мужчина и женщина придерживаются этих приказов, то они получат награду Аллаха. А кто не придерживается этих приказов, тому не будет награды, его ждет наказание. Нет сомнения в том, что оставление хиджаба – это грех. Аллах Всевышний испытывает нас, отдавая определенные приказы и запрещая определенные вещи. И у нас нет выбора, кроме как сказать «слушаемся и повинуемся». Клянусь Аллахом, ни хиджаб для женщины, ни борода и короткая одежда для мужчины не являются наказанием от Аллаха. Это приказы Аллаха, узнав о которых, мы должны сказать «слушаемся и повинуемся». Поистине хиджаб – это величие и почет для верующей женщины. Аллах сказал «так их будет легче узнавать». Тебя будут узнавать издалека и говорить «это мусульманка». Люди будут остерегаться обидеть тебя. Они будут остерегаться злословить, сплетничать о ком-то и лгать перед тобой. Почему? Потому что ты мусульманка. Как они узнали, что ты мусульманка? Посредством твоего хиджаба. Посредством твоего хиджаба они узнают, что ты мусульманка. А меня узнают по моей бороде и по одежде. Так мы показываем людям, что мы мусульмане, покорные Аллаху. Хиджаб ни в коем случае не является наказанием от Аллаха. Жены сподвижников и матери верующих ни в коем случае не были наказанными. Когда Аллах повелел им одевать хиджаб. «Если мы все ответим на приказы Аллаха, мы почувствуем сладость. Мы должны гордиться и считать себя великими из-за нашей религии. Когда мы одеваем хиджаб, опускаем бороду, надеваем исламскую одежду, совершаем молитву и так далее, мы показываем людям, что наша религия возвеличила нас». Мусульманин должен поднять голову и говорить «Я мусульманин». «Мы должны показывать себя мусульманами перед всеми». Я прошу Аллаха Всевышнего, чтобы Он наделил меня и вас и всех мусульман стойкостью на его религии, познанием истины и следованием за ней. «О Аллах, покажи нам истину истиной и помоги нам следовать за ней. Покажи нам ложь ложью и помоги нам сторониться ее. Господь наш, даруй нашим душам богобоязненность и очисти их, ведь Ты – лучший из тех, кто очищает. Ты – покровитель и властелин наших душ. Хвала же Аллаху Господу миров, пусть Аллах благословит, приветствует и дарует благодать нашему пророку Мухаммаду».